здравствуйте друзья у нас сегодня можно сказать первое такое интервью в цикле который я задумал о здоровом питании о здоровом образе жизни вообще здоровье вот и у нас гость я где на канале сказал ребята из кому есть что рассказать расскажите и вот у нас гостья которая пару слов о себе скажет давайте всем привет меня зовут виктория я профессиональный фитнес в общем есть две сферы которые образуются в такую большую до здоровый образ жизни что он под собой подразумевает наверное добрый здоровый образ жизни подразумевает в первую очередь тот образ жизни который полезен нашему здоровью или хотя бы ему не вредит обычно в эти в это понятие входит активный образ жизни да то есть какие-то тренировки или какой-то активный отдых и также огромная глава посвящена обычной питанию вот и то и другое в целом должно направлено быть не только как на красоту до тела как иногда кажется особенно массовым потребителем но также должно быть направлено в первую очередь на здоровье его поддержание вот ну и уже как следствие конечно влияет на то как мы выглядим давайте знаете что еще раз еще расскажите вы сказали меня зовут и в этом пролетела меня зовут хорошо давайте еще раз меня зовут меня зовут виктория так хорошо вы фитнес тренер живете вы где вот как географически я живу в москве но родилась я в новосибирске понял то есть вы как бы занимаетесь этим в москве в москве как бы хороший спрос на это дело то есть скажем люди в массовом сознании вот есть уже такой же надо все-таки вести здоровый образ жизни они как вот мы в ссср там все подряд съедали пока знать пока есть я могу сказать что спрос довольно таки большой и он растет хорошо то есть то есть это 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 присутствует массово сознание что нужно что-то делать иначе да ну обычно либо люди приходят продал тогда когда уже есть какие-то сложности или это как бы просто уже спорт как привычка потому что это идет чаще всего через воспитание семьи хорошо то есть вы все-таки больше на стороне такой физической дании или вы и питанием занимаетесь и как как вот так сложилось что питанием я занимаюсь дольше чем как бы фитнес тренировками фитнес тренировки это как бы было вытекающее из того что я занималась питанием изначально я работала в сфере общепита я работала в кафе я очень много изучала касательно технологические технологии приготовления пищи и после этого уже поскольку я вела активный образ жизни мне было все больше и больше интересно казательная вот вопросов полезного питания и поэтому я отучилась при спортивном университете изучала физиологию изучала биомеханика и стала сертифицированным тренером где мы разбирали получается и тренировки и питание также ходили это вот то что было раньше институтом физкультуры или что это такое за учебное заведение такие то чтобы не так для ассоциации ладно то есть у вас нет такой истории вот я весила 200 килограмм и теперь посмотрите какая я болеринка вот там вас такого нет ну да я не очень на самом деле могу похвастаться наверно такими успехами просто моя семья вся состоит из спортсменов у меня брат и сестра мастера спорта по легкой атлетике и сестра по тарифорию так что можно сказать что я даже самая слабенькая в семье потому что я занималась танцами и фитнесом всю жизнь и моя мама она воспитывала меня уже в определенных так скажем законах питания у нас например дома никогда не было конфет или чипсов или газировки и я могу сказать что-то на меня положительно повлияло вам не хотелось вот смотришь там другие дети конфетку съели или там что-то такое пиццы кусочек в школе учились вам не хотелось вот когда маленькая девочка были конечно хотелось я ела 10 11 класс и пиццу и шоколадки но мне был растущий организм и это не сильно на меня повлияло ну да за два года это мне старших классов не так это надоело что когда я была в институте уже как-то и интерес пропал виктория я вот думаю знаете о чем все таки мы стараемся как-то нашему зрителю дать ну какую-то полезную информацию чтобы человек мог сказать о смотри к это я могу это я вот могу прямо сейчас вот давайте начнем может быть с таких вещей которые нужно остановиться делать прямо сейчас вот если ты делаешь что-то вот прямо сегодня прекрати вот есть такие вещи вот из вашего опыта которые категорически ну я понимаю там курение хотя это не так просто прекратить я понимаю что мы допустим злоупотребление алкоголем хоть и мы тоже понимаем что не просто так прекратить но вот за пределами такого очевидного как алкоголь допустим и никотин вот что вот что там остается следующая проблема это сладкая сладкая то есть не хлеб не хлеб а сахар так ну значит здесь проблематика абсолютно во всех странах присутствует излишнее потребление сахара на на человек на норме ну относительно нормы нормы потребления сахара для мужчины 78 чайных ложек сахара в сутки женщина там 67 максимум при здоровые поджелудочные или как вообще до при здоровом организме без без каких-либо сложности типа например диабета а потому что когда диабет там своя на уже история начинается ну вот скажем йогурт 100 граммов йогурт с клубникой 100 грамм содержит себе 4 чайные ложки сахара чайная ложка это по весу как бы вы смотрите там что что-нибудь 5 граммов ложечка ну вот вы можете представить да то есть вы съедаете 100 грамм йогурта и для вас это легко огромное количество сахара выпиваете стакан сока а там тоже может быть 5-8 чайных ложек там зашкаливает слушайте а при стакан стакан колы или там пепси вот этой и а представьте что человек может выпить стакан сока стакан колы съесть йогурт съесть хлопья на завтрак и у него уже получается 40 ложек сахара в день больше того он 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 еще считает что очень здоровую пищу сегодня примем что йогурт это хорошо для здоровья значит что там у вас было еще сок сок это вообще все так даже и например чат можете успокаивать я пью свежевыжатые соки но свежевыжатых соков вместо сахароза содержится фруктоза например и это тоже такой существенный удар так скажем органе конечно и многие вещи которые очевидно нам кажутся безвредными на самом деле сожалению такие безвредные для нас вот сегодня сегодня в россии вы когда допустим вы пойдете в магазин куда-нибудь покупать конфеты это больше отечественного производства или из заграничные разное абсолютно то есть например фабрика красный октябрь да конечно да там обычно это конфеты расфасовка значит по конфетам если мы подойдем к стенду с шоколадками то там преимущественно будет заграничный шоколад отечественный от шоколада заграничного отличается при по содержанию сахара потому что я почему спрашиваю в сша например они сахар кладут в таких количествах что я например не могу есть местный шоколад совсем то есть я пойду в магазин и если я вообще буду есть шоколад то это будет там скажем бельгийский или швейцарский или немецкий но 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 эти вот тут нет невозможно они просто сахар кладут во все причем в больших количествах кладут но я если честно не могу даже вспомнить американского бренда шоколада но я помню риттер спорта германия там ну то есть в основном да у нас европейские наверно бренды представлены но они злоупотребляют этим делом вот скажем российские производители европейские они они у них есть тенденция напихать побольше туда вот чего-то нехорошего ну я скажу вам наши тоже пихают достаточно но то есть это мы там много то есть даже если мы берем горький шоколад можно посмотреть то что в составе примерно будет сахара если сахар стоит во первых пяти ингредиентах это значит там его много то есть ингредиенты которые вы видите на ярлычке идут в порядке убывания как бы да то есть самый первый его больше всего да то есть первые пять это как бы зона риска то есть это много ну да вы уже сразу вы читаете там первые пять ингредиентов там скорее всего даже не то что сахар будет там еще скорее всего что-нибудь будет просто нужно изучать подробнее что это значит ну например сахар же это не просто тебе напишут сахар они могут написать сахароза фруктоза все что он заканчивается на о за это производная глюкоза то есть от сахара а если мы уже начали про ярлычок как бы а что что вот ну вот я могу посмотреть но я я чек не не просвещенный вот что сразу таким является стоп-сигналом вот я смотрю на это дело да я знаю что соль вот я я я стараюсь там чтобы не было много соли там или что вообще не было но вот что вот там такое есть что прям сразу раз и стоп наверно пальмовое масло пальмовое масло окей почему потому что вот я в качестве исследований да вот такую историю значит могу здесь и как бы сопоставить вот пальмовое масло и все группы трансжиров которые содержатся в том числе в сладких продуктах то есть то не будет шоколад но это будет скажем печенье какой-нибудь или что-то такое да булочки они приводят к сожалению образованию раковых клеток и доказано данное к сожалению проблематика научными исследованиями в отношении сахара такое тоже ведется но на данный момент я конкретно исследования подтверждающих именно вот отношение к образованию к раковым клеткам но касательно транжиров это второй такой стоп-сигнал который говорит нам что этот продукт лучше оставить на полке это в принципе касается напрямую маргарина я так понимаю да то есть там в основном и это касается например всего фастфуда потому что весь фастфуд готовится конкретно вот с с использованием транжиров потому что дешевые заменители все верно хорошо ладно а вот давайте дальше идем значит первое сахаром мы поняли но знаете меня что немножко смущает то есть при всем при том что мы знаем что не хорошо курить не хорошо там лишнего выпивать и там и про наркотики я уже не говорю но все-таки здесь зависимость и сейчас пишут что спик сахара тоже есть зависимость что это не просто так вот отказаться от сладкого есть какие-то ну я не знаю ну вот лайфхаки какие-нибудь вот может быть заменитель знаете вот мне все время врачи говорили миша ты если или там не только врачи но вот люди которые занимаются здоровым питанием мы несколько попыток делали там в разное время заменитель нет ни ответа на вопрос не надо заменить это не надо ну да потому что обычно начинает заменить и класть также во все но и какой смысл тогда заменять лучше фруктами но не знаю не соками объясню почему вот вы скажем следить один апельсин вы как-то уже себя будете чувствовать так что вот вы что-то съели правда конечно там набивается она полезна для нашего кишечника нам просто жизни необходимо а вот скажем мы выпьем стакан сока в котором три два с половиной апельсина и мы не почувствуем сытости а уровень сахара у нас подскочит как будто мы съели два два три апельсина так это два три апельсина еще нужно себя съесть это еще как бы надо умудриться потом то есть природа все задумала так чтобы чтобы у нас поступали все необходимые питательные вещества вот апельсин какой вот целостный апельсин днем есть и это и это и это это все нужно нашему организму а то что мы уже там и схищаемся и делаем соки и смузи тут надо уже просто понимать сколько мы всего в себя кладем вот такой вопрос я вам задам вот говорят я как бы доверяют люди ученые там могут померить где чего сколько они говорят что сегодняшнее яблоко если сравнить его с тем яблоком которое было так скажем даже 60 70 80 лет назад за счет того что вымываются минералы из почвы и там и так далее что такое яблоко как было там скажем там 70 80 лет назад сейчас полтора кило надо съесть чтобы получить вот то что было в том яблоке и они вывод делают такой а вот вы ешьте значит витамины надо принимать ну там таблеточки сублементы а уже смеетесь а а дальше начинается большая тема что вот когда ты из яблока взял витамин он там сопровождается чем-то таким что хорошо усваивается а если допустим ты таблетку съел то вот есть таблетки которые не в той упаковке или в той упаковке они лучше усваивается ли они хуже усваиваются люди там платят 10 раз больше за вот тот витамин к вот того производителя который вот вообще вот на эту тему что нибудь здесь можно сказать давайте сначала касательно почвы да во первых кто видел яблоко которое было 10 тысяч лет назад вот как они поняли что это яблоко было какое-то знаете как история и и из библии когда значит еврейский народ шел на землю обетованную они там говорят виноград тащили трое виноградную лозу значит чтобы показать какая плодовитая земля значит и кстати ну землю насколько я знаю по крайней мере еврейский народ точно также каждый четвертый год они не за не засеивают они как бы дают земле отдыхать мне кажется что вот если касательно там минералов даже каких-то то и научились эту проблему решать другим образом ну так это и на руси там это семиполье там и так далее конечно они там так разными культурами засеивали чтобы с истощением боролись можно не переживать я считаю если люди об этом знают которые выращивают яблоки в россии и в других местах в мире значит можно как бы эту проблематику снимать себя следующий вопрос что тебе обязательно нужны витамины самое удивительное что по статистике избыток витаминов встречается много чаще чем его недостаток избыток где в крови в чем избыток в в организме человека вот намного легче достигнуть вот избытка этого и достигнуть недостатка это еще надо сейчас постараться потому что у нас 20 365 дней в году в супермаркете какие хочешь тебе и фрукты и овощи и у тебя всегда что-то есть сезонное что-то можешь что-то можешь потреблять но откуда это все появляется фарматистические компании они очень богатые же нужно деньги на что-то тратить вот они тратите их на маркетинг интересные истории вот например или производители воды им тоже нужно деньги как-то тратить они придумывают историю по поводу то что тебе нужно два литра бутыли вы бутылированной воды пить в сутки ты непременно должен пить бонаку потому что она самое классное подойдите но насчет воды как бы но есть масса исследований то они примерно говорят что нужно пить воды грубо там три процента от веса твоего то есть скажем если вот у меня 80 килограмм значит я должен два с половиной литра в день выпить да конечно легко мне пришлось поменять свои привычки то есть когда я раньше настолько не выпивал но когда говорят надо ну то значит на дачу там вот у меня бутылочка бутылочка пол литра иначе там с утра выпил там пошел на работу по дороге на работу может быть я пока ехал 20 минут в машине там еще бутылочку это несложно но если у вас дискомфорта вот в этом нету то пожалуйста конечно только вот исследование о том что если ты будешь пить воду в два с половиной литра в сутки то ты меньше состаришься или твой организм будет работать иначе их нету и конечно организму нужно два литра воды в день это действительно научно доказанный факт однако наш организм очень умеет приспосабливаться к тем условиям которым он живет иначе бы наши с вами предки там два две три тысячи лет назад померли бы все в пустыне вышли не нашли бы они там два литра воды на человека в сутки соответственно вода организм может получить из изюминки которые мы съели из помидорки которые мы скушали из огурца из яблока из всего что мы потребляем больше скажу он вы можете получить из развод как процесс как продукт разложение жира который у него там после после расщепления жиров также образуют соответственно это вода все время как-то в нас циркулирует я уже молчу о том что в нашем пищеварительно пищеварительной системе по 8 литров бесконечно варится так что мы не обеднеем если вдруг мы выпьем меньше почему я об этом говорю потому что часто люди находятся в стрессе из-за того что они вынуждены пить эти два литра воды в день и им сложно они даже не любят из-за этого ну вот они себя заставляют этого быть не должно но вот подойдите вот пришел чек на тренировку к вам да вот пишут что надо выпить до тренировки надо выпить во время тренировки надо выпить водички после тренировки или вот ты идешь к массажисту например он там тебя помял желательно выпить до массажиста и выпить после массажиста пока тебя минут там шлаки какие-то выходят надо их вымыть чтобы они там не знали ну так вот не разбрелись по организму как будто человек это губка которую пришли он дальше пошел ему надо как нет это конечно ну так не работает у нас есть определенные рефлексы в организме которые помогают нам ну не контролировать да нам нужно попить наш организм дает сигнал мозгу я хочу пить у нас пересыхает чаще всего во рту и поэтому мы тянемся кружки для того чтобы копить чего-нибудь и насильно вливать воду в организм не нужно а вот пишут пишут солнышко пишут что вот это вот связь между организмом который говорит хочу попить и реальные потребности у организма немножко нарушена и как бы она там запаздывает или там не так срабатывает и что вот когда ты хочешь пить реальный хочешь пить ты на самом деле гораздо позже хочешь или гораздо меньше хочешь чем на самом деле вы как бы тебе надо вот есть такая история тоже говорят что конечно ты хочешь пить но ты просто не понимаешь а если бы ты понимал ты бы больше пил ну вот тоже такая вот представим нас его до пресса две тысячи лет назад вот он не знал о том что у него нарушена или не нарушена и вот он же должен был выжить вот если у нас было что-то нарушено в организме человека поверьте нарушены все работает не так как должно пойти то мы бы просто напросто не выжить организм он оттаянно борется выживание почему худеть так сложно потому что он же за этот жир цепляет он говорит я его не отдам это мой запас а если ты завтра в пустыню попадешь а если ты завтра там я не знаю голод настанет мы же не выживем мне нужен вам этот запас и ну это точно так же здесь нельзя говорить о том что он если у человека действительно есть какой-то диагноз и положено пить там определенное количество жидкости то этот другой вопрос мы этого не касаемся вот если мы говорим о здоровом человеке то таких вещей конечно но не возникает когда мы идем на тренировку мы точно также ориентируемся на наше чувство жажды хочется пить попили не хочется пить не нужно в себя вливать чтобы там океаны в желудке плескались и еще знаете вот один такой момент часто голод путай с чувством жажды например позавтракали и через два часа уже как будто бы кушать вот тут можно позволить себе там выпить стаканчик воды и посмотреть понаблюдать дальше хочется кушать или нет после завтрака когда мы куда-то отправились наш организм начал работать мы начали передвигаться мы начали терять воду и после этого да можно как бы восполнить этот уровень а вот такой момент значит мы говорили о том что вот со сладким надо бороться как бы стараться снижать это я понял а вот такая вещь как хлеб вообще хлебобулочная вот всякая эта продукция ну можно так сказать что в более широком плане можем от сахара перейти к быстрым углеводам но вот в частности хлеб например сахар мы поговорили но вот хлеб фактически получается хлеб как бы ты его съел и тоже там довольно много сахара получится при как продукта разложения не сахара но вот там сахарозы и так далее значит вот и и мы понимаем что допустим за последние там где не знаю ну 100 лет точно может быть даже и 50 и там 60 очень сильно изменилось что люди едят с точки зрения качества вот этого хлеба скажем если раньше хлеб был такой относительно медленного усвоения то сейчас он быстрый вот эта пшеничная мука так сказать тонкая хорошо обработанная и вот то что идет вот эти булки всевозможные и так далее совсем не тот самый хлеб который там бабушки в печке пекли когда-то и не не только бабушки вот что делать вообще исключить хлеб или смотреть чтоб он там был именно цель на как-то я не как часто называют да у нас называют холл грейн такой да из из цельных цель цель на молод и как-то вот как-то так вот и плюс раз уже вы начали про хлеб и про злаки и про эти все дела вот с глютеном чё делать вот это действительно вот как но глютен безопасен для организма и опасен он только для тех людей у которых есть аллергия на глютен таких меньше трех процентов если аллергия на глютен нету то его бояться вам не стоит касательно простых углеводов если бы булочных изделий а здесь зависит от цели ну как бы люди не всегда хотят именно сбросить да иногда хотят набрать и конечно набирать нужно не за счет простых углеводов то есть не за счет белого хлеба но например именно цельнозерновой хлеб да который считается более полезный его употреблять можно однако все зависит от количества ну то есть булку хлеба этого цельнозернового если еще вы знаете чесноком запекли это может умять вообще каждый каждый качок но однако нужно смотреть на то какая цель преследует человек если цель его похудеть то конечно от быстрых углеводов лучше всего избавляться почему потому что мы сокращаем количество калорий которые мы потребляем в течение дня и нам у нас и так мало мало калорий которых мы можем себе позволить и нам нужно в них вместить максимально максимально энергоемкие так скажем продукты которые нам дадут энергию на длительный промежуток времени поэтому сложные углеводы здесь выигрывают по сравнению с простыми но если человек здоров и у него нету лишнего веса он не находится в борьбе в данный момент то если он съест хлеб ему ничего не будет Михаил вы у меня пропали пропал звук о появился раз теперь я вас не слышу раз 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 так хорошо да я вас слышу все отлично меня слышно да отлично хорошо движемся дальше значит значит если вы пойдете по московским улицам и просто люди идут случайным образом какие-то вот люди идут не то что вы к какому-нибудь университету подойдете там где молодняк ходит а вот вообще так вот ну к народу которым как бы надо срочно что-то делать со своим весом например полных людей много мне хотелось бы сказать что не толще где чем в других странах я много путешествую в принципе могу сказать что людей с избыточным весом много везде их много везде но вот знаете обычно бывают такие две крайности человек либо действительно занимается спортом это по нему заметно что он занимается спортом либо он им не занимается и по нему это тоже заметно ну что же это понятно да можно сказать а если он там по чуть-чуть там ну понятно да а если по чуть-чуть просто мало хорошо ладно с точки зрения таких вещей например в современном обществе в Москве много народу с диабетом скажем второго типа допустим среди тех кто там скажем от 45 и старше там у меня не самая свежая статистика но насколько я смотрел данную информацию там года назад Россия входила в десятку стран где диабет второго типа вот является самой часто распространенной болезнью то есть там идет Мексика идет Соединенные Штаты Америки идет Англия также и Россия там что-то на месте шестом или то есть страны в которых много люди потребляют исторически много углеводов правда да ну хорошо значит и так среди таких стоп-сигналов значит мы говорили про сахар мы коснулись немножко вот хлебобулочного так теперь трансжиры трансжиры очень хорошо то есть трансжиры то есть на самом деле чтобы этого избежать нужно избегать в основном я так понял фастфуда и дешевых таких кулинарных жиров типа маргарина и рисовых сладостей типа печенья да это страшное дело страшное дело слушай а как дети любят печеньки правда ну так можно же дома сделать то есть класть просто масло туда а не какие то а не маргарина овсянку немного меда там значит ягод туда положить значит или фруктов каких-нибудь дети в восторге ну хорошо теперь из того что это то что мы говорим желательно прямо сейчас при как бы остановить безобразие с точки зрения того что надо было бы делать вот прямо сейчас вот допустим вот куда бежать за что вот я хочу терять вес я хочу быть здоровее я вот там не знаю там пять пять этажей прошла по лестнице лифт не работал так я потом полчаса значит у меня одышка была там вот что делать я бы посоветовала в первую очередь обратиться к профессионалу а как как отличить профессионала от просто вот человек который работает где то а вот так же задавай вопросы задаешь вопросы и сразу понятно человек отвечает на них или не отвечает или он отвечает вырезками из журналов или он уже как бы о чем то осведомлен я думаю вообще моя основная задача в не только в работе в зале но и работе вот на консультациях в питании заключается в том чтобы рассказать и рассказать простым языком как работает физиология человека для того чтобы не просто сказать не ешь сладкое или ешь белка больше а чтобы показать почему это важно потому что когда человек это другой уровень осознанности когда человек понимает почему у него уже другое отношение ну безусловно безусловно конечно это это очень важно с точки зрения всяких вот ну скажем так моно диет да вот человеку хочется простого решения ему хочется или таблеточку чтобы я и само все ушло или как-то простенько вот там я пришел тот русский магазин у нас есть и там они какой-то кефир продают и какая-то модная я не знаю модное поветрие что вот этот кефир значит там надо какие-то диеты вот на кефире ну да вот вы смеетесь а я прихожу и там месяц пару месяцев не заходил мне в русский магазин когда я худею сами понимаете ходить не хотелось вот я захожу и мне хозяин говорит ой говорит смотри как похудел на нашем кефире знаешь так он естественным образом вот ну видимо люди худеют какие-то и мы не знаем что с ними дальше становится мы не знаем какие сопутствующие вещи происходят но вот что-нибудь даже не по факту того что монодиеты обычно ничего хорошего там нет но есть какие-то совсем плохие вещи вот в этих монодиетах что вот как бы сразу вот опять еще раз красный флаг вот чего категорически нельзя сделать вот когда ты идешь на диету например меня интересует вопрос такой скажем низкокалорийной диеты вот вот у меня супруга там значит была там с диетологом работал не то что с улицы тогда значит диетологом у нее последние недели когда там была она просто вынуждена была прекратить это все но у у нее она на 300 калорий килокалорий в день жила и и был момент был момент когда она пошла тут врачу есть так называемая функциональная медицина если слышали врач в общем короче такой офис они там функциональной медициной занимаются они давление померили потом врач которая с ней работала она говорит знаешь знаешь что сказала врач а ну-ка встань давай мы тебе стоя померяем давление на 20 единиц меньше было то есть понимаете да человек сидит и человек встал давление упало на 20 на 20 пунктов вот я хочу сказать вот что-нибудь вот об этом может быть скажем чего я еще раз я не специалист я не знаю я слышу говорят не нужно там меньше чем сколько-то калорий потому что там может быть какие-то там осложнения там или что-то но с другой стороны массовое такое говорят рот на замок да и там жрать надо меньше вот такое знаете поверье народное жрать надо меньше это наркоману говорят который у него пищевая зависимость ему говорят жрать надо меньше понимаю поэтому я как раз сказала о том чтобы обратиться к профессионалам потому что ну вот тут такой случай прям вопиющий я так скажем много с подобными казусами сталкиваюсь диета на 300 килокалорий в день по мне так это диету нужно было назвать гулагом потому что или там аушвицем ну то есть потому что это уничтожение просто человека я только извиняюсь но ведь как бы идея низкокалорийной диеты состоит в том что недостающие калории можно из жира взять как весь смысл в этом нет да ну вот смотрите монодиета да человек худеет на кефире получается что ну монодиета значит один продукт да например выбираем и человек сидит на кефире ничего кроме кефира он не потребляет так он не потребляет ненужного количества минералов витаминов клетчатки ничего то есть хорошо жир расходуется а все остальное что умирать должно то есть тут такой вопрос мы же не одно лечим другое калечим так что если у человека есть задача похудеть это высчитывается его дневной рацион да по колоражу это значит тот во первых оборот который организм вообще в принципе в в сутки расходы даже если мы не шевелимся плюс добавляются калории которые добираются к активности человека в зависимости от того насколько он активен и от этой суммы отнимается 500 то есть если у тебя норма 2000 калорий ты укладываешься в полторы тысячи калорий но никак не в 300 потому что в 300 это называется голодовкой 500 калорий 500 килокалорий в день да значит в день значит минус значит тогда получается так в неделю это будет три с половиной тысячи килокалорий это это фунт жира вот то что нас паундом называют фунт то есть ну 450 грамм то есть если ты будешь вот 500 килокалорий в день недоедать грубо говоря то ты похудеешь на 4 4 кило на 2 кило в месяц ну да это оптимистично так скажем прогноз потому что здесь все индивидуально плюс сожалению вместе с жиром мы также теряем и мышцы и воду и не знаю гликоген также может гореть там в течение дня ну то есть это не так все однозначно ну примерно я бы сказала что кило тире 2 килограмма в месяц это нормальный нормальный нормальная скорость сброса сброса веса но я бы предпочла ориентироваться не на вес а на объем объем стали сантиметры почему потому что если человек например спортом еще занимается помимо там того что урезать себя в калориях то он все равно работает с мышцами и мышцы они тяжелее чем жир на жир больше в объеме соответственно похудение лучше измерять объемами а не если человек наращивает мышечную массу то он не может ориентироваться на вес потому что это приведется вообще к противоположному впечатлению я понял да да интересно то есть я например худел вот я потерял 22 килограмм без физической нагрузки и то есть меня вполне устраивало на весах но действительно я думаю сейчас его там сейчас мне пора подкачаться и думаю так сейчас вес вырастет на вот ну ничего уже пусть за счет мышцы пусть растет и мало того что вместе с мышцами вы также будете набирать жировую прослойку вам не стоит этого бояться потому что то что в вашем организме будут мышцы прирастать будет и будет становиться больше это позволит вам увеличить ваш колораж потому что чем больше мышц в организме тем больше не грубо говоря могут скушать почему одновременно занимаясь спортом выгоднее потому что это на долгосрочную перспективу на вашу работать намного лучше в отличие от диет с которых вес скорее всего вернется если вы не измените ничего именно в формате своего именно активного образа жизни хорошо а вот если человек допустим постарше вот я например постарше мне вот меньше чем через месяц 62 года будет и я за исключением вот может быть ваших лет когда может быть даже еще юнее как-то не не занимался ничем таким вот именно как спортом значит ну там скажем так последние 40 лет поэтому вот вот мне что делать вы вы видели вчера да у нас девушка сидела у меня в офисе и она из киева фитнес тренер молоденькая совсем вот она галут и плавай давай значит я даже не против плавания у меня правда жена г что волосы там надо потом сушить и как-то это вот не удобство некоторые связаны с плаванием но вот действительно вот плавание такое универсальное что-то такое а она еще сказала что нифига железо там все эти мышцы и это вот 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 это вот вы как на это смотрите значит 62 года чтобы я порекомендовала во первых я не думаю что здесь прям речь идет о какой-то удар на нагрузке в спортивном зале что вы будете тягать гантели там по 40 килограммов вообще никто об этом не говорит в вашем возрасте прекрасно можно заниматься спортом просто нужно это делать под присмотром профессионал чтобы он ранжировал вашу нагрузку если человек грамотный а я надеюсь что соединенных штатах поскольку они изучают большие талмуды перед тем как стать профессиональным фитнес тренером они все-таки чуть-чуть в этом соображают кому какую нагрузку можно дать то они могут ее правильно подобрать вот смотрите там есть например плечом да и вот есть некоторые противопоказания того чтобы руки вверх поднимать вам скажу что я за ну в большинстве программ тренировок которые я просматриваю мне вообще в принципе движение такого вверх нет то есть обычно движение либо к себе куда-то да либо там на спину что-то руки разводятся сводится а вверх вот такого это разве что трицепс там сделать но это травмоопасно поэтому обычно это упражнение заменяется в общем есть важно выбрать то что вам будет нравиться санельси спортзал ходить там на беговой дорожке может быть там ходить или бегать бегать если вам нравится бассейн ходите в бассейн но только здесь знаете такой есть момент что в бассейне надо плавать а то ведь у нас обычно люди приходят в бассейн они так лапками дрыгают в воде но особо не плавают это вот как за нагрузку не считается в прекрасном шикарном климате вы можете просто больше гулять или там хайкингом каким-то занимается у нас хайкинг совершенно потрясающе в том смысле что тут и тебе и горы и долины и океан и все что угодно и все это вот буквально 10 минут на машине но как же при этом вот например там но вот мышцы тут или там мышцы здесь или мышцы спины или там я не знаю ну вот вот это все как вы можете заниматься функциональным тренингом если вы не хотите тягать тяжести вы можете подобрать себе функциональный тренинг брукборга отжиматься до подтягиваться приседать что-то такое делать но здесь нужно более детально смотреть потому что нужно изучать ваше здоровье чуть больше наверное сверх сверхестественного чего-то сверх этого я бы не давала а почему классно чередовать именно силовые нагрузки даст вот например какими-то кардионагрузку на потому что это помогает сердцу работать в двух направлениях грубо говоря словая нагрузка она утолщает миокард мышца сердечная она становится в толщину больше и у сердца есть возможность как бы сократиться лучше лучше сократиться и больше крови отдать а когда мы например на кардио хайкингом занимаются да что-то такое цикличное совершаем да либо эллипс либо на велосипеде едем вот кстати отличная отличная история ездить на работу не на машине на велосипеде правда как вы тогда снимать будете у нас тут трафика много не то что там по лесу едешь 5 то есть я конечно если мы на работу на велосипеде тяжело да ну хорошо а вот с точки зрения периодичности но вот допустим я я могу пойти в джим то мне тут у нас рядом со всех сторон я могу пойти в джим допустим я знаю там что как себя занять там хорошо но это что вот скажем час к ряду или два часа или это делать раз в неделю или два раза в неделю или каждый день и я понимаю что разные категории ты сказать людей кому-то нужно каждый день например у него уже может зависимость такая даже не за ну вот вот скажем в моем состоянии да вот вчера девочка да да я танцую каждый день на танцы хожу и надо подвигаться вот но что что 25 23 23 как там энергии конечно пускай каждый день танцуют конечно конечно вот поработал и там пошла на танцы лучше чем я не знаю там у компьютера сидеть мне кажется но все-таки вот вот с какой частотой я должен например если это делаю это что каждый день надо делать или это через день или вот как при грамотно составленной программе спорт может уходить два два с половиной часа в неделю то есть это два занятия по часу не нужно больше часа нет и не нужно ходить каждый день потому что немаловажный фактор восстановление организма и мне нужно пренебрегать если мы спортом потом два дня лучше сделать перерыв если вы хотите включить третью тренировку пускай это будет хайкинг пускай это будет какой-то просто прогулка с супругой что но не нужно перенагружать в организм вот скажем вы 40 лет ничем не занимаемся потом раз и начали заниматься 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 мало ли как там вообще что тренируется помаленечку наращивая нагрузку по чуть чуть лучше в присутствии тренера потому что он рассказывает о технике и о том сколько подходов нужно делать ну в общем у меня был случай очень такой травмирующий я позвонил дядьке одному а дядьке было это давно было ему было 48 лет так примерно макман ровесник и он был вице-президентом приличной компания у человека в жизни было все и он еще накачанный такой спортивный был я ему позвонил было пятница там ближе к концу дня я бы ты знаешь практикантов у нас брали из школы я хотел вот на эту тему он как ты знаешь миша ягод стою вот с ракеткой в руке ягод сейчас иду на корт а потом вернусь тебе перезвоню хорошо это было пять часов пять часов дня в пятницу значит и нет не звонит люди заняты там я понимаю я перезваниваю никто не отвечает ну ладно замотались потом через неделю через две там сталкиваюсь с двоюродной сестрой этого человека ты знаешь как умер как умер я вот с ним в пятницу в пять часов разговаривать тут и был один из последних кто с ним вообще разговаривал он пошел на корт у него там оторвался тромб и он умер 48 мужику было 48 лет как лось такой знаете так что я вам скажу и в 30 никто не застрахован тут ведь вот какое дело есть проблема с холестерином связанная то что холестерин который ну хозяин вообще нужен нашему организму да и он используется так скажем эндокринной системой к сожалению остаются наших сосудов и вот когда это холестерина холестериновая бляшка прорвется и она оторвется там попадет в сердце инфаркт попадет в мозг инсульт когда это все произойдет непонятно опять же кто занимается не занимается спортом нельзя никто не застрахован от этого но вероятность у того человека который с течением жизни занимается спортом регулярно ниже чем у того человека который им не занимается кто там у вас спортсменка вау то есть это ей надо на холмах каких-то все время понятно понятно ну что же хорошо я только знаете может быть из раз мы про холестерол там начали и я может быть из своего как бы жизненного опыта скажу что есть очень интересная завязка ячей я сам через нее прошел поэтому я это как бы личные искать переживания получается такая история вот мы приехали в соединенные штаты это было там в девяностом году в конце девяностого года и первым делом нас на медосмотр знаете как бы от приедут непонятно какие и вот началась на медосмотр и у меня холестерол не измеряют 308 холестерол первый раз жизни меня померили в ссср мы как-то мы без этого входили и там давай меня на таблетки сажать которые печень значит деятельность печени подсаживать ну короче она она немножко помогала но не безумно помогала там вместо 308 стала там 240 что тоже достаточно высоко но что дальше выясняется это я как бы уже путем искать довольно сложным к этому пришел но идея такая что когда перегружена поджелудочная железа вот этим как раз сахаром от которым мы с вами говорили и сахар и быстрые углеводы и на помощь поджелудочный до приходит печень с холестероном закупоривает стеночки значит там клеток чтобы вот этом этому процессу помешать и врачи койду него же высокий холестерол говорят давайте будем бороться с холестеролом и подсаживают те печи самое страшное происходит не с печенью самое страшное происходит всем что поджелудочная которая перегружена остается перегружены и ты неминуемо как с крейсерской такой хорошей скоростью движешься к диабету второго типа и когда я врачу уже вот я ему я могу смотри вот так это очевидная вещь это все знают говорит я куда говорю а что же мне не сказали чтоб я вот этим занимался а давали мне таблетки от холестерола он говорит так диета это не не практично то есть нет контроля мы не знаем что человек съел что человек не съел и как бы его здоровье но риск есть вот а когда ему таблетку дали уже гораздо больше шансов что он таблетку съест чем номер будет сидеть на диете это правда я я согласен с этим это это правда но если бы если бы человеку сказать я холестерол не от холестерола не от печенья холестерол от того что ты эти углеводы там ешь и и дальше если ты будешь углеводы есть там не 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 три раза в день а только один раз и там есть пару простых правил и все и и нет никакого холестерола у меня последний раз я ходил мне 120 холестерол 120 эти не просто так не поэтому я к чему говорю что медицина современная она как-то знаете не я что они не дорабатывают то есть может они как-то как сказать не дорабатывают силу того что какой-то интерес в целом присутствует я даже не знаю фармацевтическая индустрия пищевая эти какие дешевые какой дешевый джанкфуд вот это вот да и какая дорогая медицина пойти я в на месте фармацевтических компаний субсидировал бы этот самый джанкфуд если бы он не был таким прибыльным каким он и без этого является я все время говорю у себя на канале в телеграме или в инстаграме о том чтобы люди покупали здоровье на пробежках чтобы они покупали его в магазине чтобы они покупали его в бассейне потому что на этом приятнее полезнее проще проще его получить и она не стоит нисколько она обычно стоит вот ноль просто потому что ты знаешь что нужно твоему организму ты ему это даешь только мне кажется что здесь наверное надо не с медиками диалог вести а больше наверное взять за образование которым явный пробел в том что нужно есть и как работает твой организм и почему нужно заниматься спортом вот если мы мне кажется это в школах будем преподавать тогда у человека хотя бы сознательность будет по поводу того что нужно что не нужно из того что вот как бы вы можете вот так на ходу посоветовать какое-то чтение вот я готов образовываться но так много всего они еще противоречивые часто бывают друг другу противоречит вот чтобы почитать вот какая-то может книжка есть я может быть сейчас вас насмешу немножко учебник биологии 8 класс человек правда вот так хорошо ладно это это интересно значит что там пипикает даже не знаю откуда звуки берутся в системе хорошо виктория давайте мы с вами наверное уже там будем сворачивать историю у меня только вам две просьбы первое вы мне в скайпе сейчас напишите ваш инстаграм и вы упомянули 2 что там было да в общем да телеграм напишите мне пожалуйста я вставлю в описании к видео значит и так может вы еще фамилию скажет этот викторий и и все начало виктория качалова шикарно значит ребята я давайте поблагодарю викторию от как бы от лица от наших зрителей приз она еще такая симпатичная вообще вот как бы сама воплощение молодости здоровья такая вот очаровательная у нас сегодня собеседница и давайте мы с вами не прощаемся хорошо значит вы посматривайте то что комментарии ребята пишут потому что часто бывает вопрос всякие вот это вот как бы элемент живого общения он тоже очень важно давай а вот давайте я вас еще спрошу а вот сейчас я знаю в скайпе много народу как бы вот такие услуги получают вот допустим вот 9 с которым мы работали со светом например там жил где-то в районе астрахани а вот в калифорнии я понимаю что фитнес может быть не так здорово подходит вот под это но допустим вот вообще-то это популярно вот так вот там заниматься диетой похудением какими-то такими вещами связанными со здоровьем вот вот в таком формате как мы с вами сейчас это очень популярно и это набирает обороты я бы сказала поскольку интернет дает нам безграничные возможности на то чтобы разговаривать с человеком на другом конце планеты то как бы здесь и поле становится твоим больше вот грубо говоря я часто беседую с людьми из казахстана и из новосибирска из других каких-то даже стран из украины или из беларуси ну то есть и это помогает мне получается не только где-то здесь москве вести свою деятельность но и ее преобразовывать уже в международный формат и данный момент я работаю над сайтом на котором будет как раз доступны как бы видео классы по полезному прошло номер один номер два номер три конкретные шаги что нужно дать и это не диета а именно как изменить свой образ жизни в пользу здорового ну что же хорошо ладно солнышко спасибо большое давайте мы помашем ручкой нашим зрителям и попрощаемся хорошо давайте счастливо